День памяти привел всех в одно место. И в тишине раннего утра только горел вечный огонь. И вторили ему дрожащими лепестками пламени скорбные свечи. И тихо постукивал дождь по плитам мемориала. И легонько, почти не слышно, звенели боевые награды ветеранов. Сохранили они свой малиновый голос. И дали и ордена Великой Отечественной. Переговариваются друг с другом в уже далеко не плотном строю ветеранов-победителей. И 9 мая, и 22 июня. Вспоминают былое, говорят о будущем. Ибо всегда останется истинной древняя мудрость. Кто не помнит прошлого, у того нет и дня завтрашнего. А потому не только в День Победы надо размышлять об уроках истории, а и в такой трагической для страны день. Негромко звучат слова, обращенные к памяти павших. Кажется, не громче потрескивания фитилей, установленных на мемориале свечек. Нет и залпов воинского салюта. Не сегодня все это. И пламенные речи, и традиционные залпы. 22 июня вспоминают тех, кого не стало в Великой Отечественной. Старики и зрелые люди вспоминают навсегда молодых, даже юных солдат, принявших первые, а кто и последние пули и осколки. Самых кровавых сражений, самой страшной войны в истории всего человечества. Рязанцы пришли на мемориал к 4 утра сами. Приехали на специально пущенных автобусах, на велосипедах, несмотря на дождь. Пришли для того, чтобы зажечь свечи памяти, да и просто постоять. Вспомнили то, чего никогда, даст Бог, не увидят и не узнают воочию. Перед собравшимися в то утро на мемориале выступил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. Мы вспоминаем тот беспримерный подвиг, которому не знала сравнение мировая история. Мы вспоминаем те трагические события для нашего народа и нашей страны. Мы вспоминаем десятки миллионов жизней, которые были отданы за свободу и независимость. Отвлеск вечного огня на лицах, на медалях, на бронзе памятного мемориала. Ранним, еще хранящим ночную тьму утром, не так заметны морщины на лицах ветеранов. И как-то непостарчески, сильно, уверенно звучат голоса уже легендарных солдат, защитивших в ту войну свою страну и весь мир. Здесь присутствует наша молодежь. Дорогие ребята, именно любовь, как и в пизд, это и зафету мы передовем вам. Именно от вас, ребята, будет зависеть судьба нашей страны. Здесь присутствуют участники войны. Я им желаю, живите долго, творцы к победе. У нас еще не все доделаны дела. Пусть, как яркие звезды на небе, потомкам светят наши имена.